Всем доброе утро! Сегодня 30 августа, и накануне начала учебного кода, или наоборот его задержки, мы принимаем нашего друга, профессора Сыбуревского. Это не первое его выступление у нас, они все неизменные, интересные, необычные, как бы во многом противоречат нашим стереотипам, этим и хороши, и глубоки, и всеобъемлющи. Миша, я очень попрошу... Включите. Вот видите, Таня мне отключила звук, чтобы я особенно не выступал. Я извиняюсь. Да ну при чем тут, Таня? Что за шутка? Я очень попрошу, несмотря на то, что вы у нас много раз выступали, все же рассказать немного о себе, о своих интересах тогда и сегодня. Не пожалейте, пожалуйста, 10 минут. Вам слово, запись включена. Всем хорошего семинара. Вот Миша просил, чтобы я ему какие-то уточняющие вопросы задавал, но мы все-таки основную часть вопросов отложим на окончание нашей встречи. Пожалуйста, Миша. С радостью будем слушать, да? Доброе утро! Всегда очень радостно на вашем семинаре участвовать. Что рассказать о себе? Ну, был обычным школьником в Союзе, потом в какой-то момент понял, что на физических Олимпиадах у меня получаются вроде хорошие результаты, даже до всесоюзной дошел. В каком городе? А, ну, первоначально я из Жмеленки, а потом из Винницы. А, теперь я понимаю, почему вы скрывали. Вы из Жмеленки. Нет, нет, я в первом же выступлении все раскрыл, но повторятся. Вот, потом учился в МИИТе, в Железнодорожном еврейском институте. Это был тот институт, куда евреев больше брали, чем другие институты. А после Алии в Израиль в начале 90-х докторат в технионе сделал. Там я был инженер, можно сказать, по электронике и связи, а в Израиль уже по исследованию операции, там математической вроде оптимизации. И вот на стыке этих вещей обработка сигналов, изображений, нейронной сети и методы оптимизации. Вот до сих пор я веду так называемый перевернутый курс введения в оптимизацию. Перевернутый в смысле, что видео уже давно на Ютьюбе, и студенты их еще смотрят дома, а в класс действительно приходят для общения, выяснения и решения задачек, прямо как в школе. Решают задачки и показывают решения. Дуран сказал. Ну да, а вот тема нейронных сетей меня увлекает уже почти 30 лет. И вот даже на вашем семинаре я давал нейронные сети для умных чайников. Собственно говоря, это было мое первое попадание на ваш замечательный семинар. Но с тех пор вещи изменяются просто галопом. Пришел полтора года назад к нам GPT, умный-умный, который все знает и все умеет. И много-много радостей детишкам он принес, но и очень много опасений. Ну вот с этого я, наверное, буду начинать свой рассказ. Рассказ будет из нескольких частей. Во-первых, действительно, какие замечательные изменения в нашу жизнь он может внес, и намного больше еще может внести. Во-вторых, как он всех нас совершенно в ближайшее время может просто убить. Третье, значит, есть ли пути спасения. И вот наша еврейская духовная основа может нам дать надежду. Вот сейчас я подключу, наверное, уже презентацию. Я правильно понял, что это три части твоей беседы, да? Три единых, да. Что такое GPT, в чем его преимущество, в чем его опасности и где бы ты видел, да. Так, сейчас я уже показываю свою презентацию. Да, поднялась. Вот. Значит, ну вот название я вам уже примерно сказал. Да. Значит, что такое GPT, я как раз немножко меньше уделил внимания в слайдах, но могу вкратце сказать. Сейчас, одну секунду, я переключу у себя презентацию. Ой, как же это сделать? Ну, одну секунду, тут мне надо исполнителя перевести. Перевести, да, все. Значит, в нескольких совершенно словах, мне кажется, эхо или показал? Нет, нету. В нескольких совершенно словах есть нейронные сети, которые уже давно известны, там, уже больше 50 лет. Это соединение таких простых операций. В каждом узле нейронной сети просто складываются сигналы от других узлов с какими-то весами, а этот сам по себе узел может работать как диод. Если результат больше нуля, он его передает дальше, а если меньше нуля, он его блокирует. И вот такая простая штука, оказывается, она умеет универсально аппроксимировать функции, как говорят. То есть, если функции многих переменных, и как классический пример называют, если я покажу картинку яблока или груши, а картинка эта разбита на пиксели, допустим, там, я не знаю, 500 на 500 пикселей, значит, 500 в квадрате значений, в каждом пикселе число, соответствующее его яркости. Вот такой вектор. А на выходе, мы хотим, чтобы когда яблоко было 0, а когда груша единица, эта функция, эта функция, которая вот этот 500 на 500 вектор огромный, отображает там одно число. И нейронная сеть в состоянии, она универсальный аппроксиматор, она в состоянии любые такие функции отображать, и более того, ее можно натренировать, обучить, чтобы она так подкрутила связи, веса у себя внутри, показать ей, не знаю, много тысяч яблок и много тысяч груш, разные совершенно формы, и она будет подкручивать свои веса так, чтобы на все яблоки было как можно ближе к нолику, на все груши как можно ближе к единице. Это одна задача. А вот оказывается, что текст на любом языке, там, на русском, на английском, можно тоже превратить в числа. Один из способов, это слова превращают в векторы. Каждое слово можно превратить в вектор, там, размерности, например, несколько сот, там, 300, 500. Иногда не слово, а фрагмент слова, там, корень, допустим. И таким образом, если у меня есть страничка текста, это последовательность таких чисел. И я могу всю эту последовательность, как один очень длинный вектор, дать на вход в нейронные сети и попросить ее простую вещь. Предскажи мне следующее слово в этом тексте. И вот, оказывается, происходит чудо. Если очень большая нейронная сеть, и она с очень большим количеством текстов работает, она научается, она становится умной, она становится умной, она не только может продолжить тот текст, который ей дали, а я могу любой вопросик или любой фрагментик с любым моим вопросом дать, и она начнет, и она сгенерирует одно слово, а потом все это вместе с ее одним словом снова пойдет к ней на вход, она сгенерирует следующее слово. И вот происходит большое чудо, что она начинает такие ответы давать, как дает разумный человек. Сумасоти. Значит, вот эта компания OpenAI, легендарная, которая в ноябре уже почти два года назад, меньше двух лет назад, это что, был ноябрь 22-го, получается, да? Да-да. Украинская война только началась. Подождите. Нет. Это два года назад? Война началась год назад почти. О, нет, я говорю про украинскую войну, да? А, про украинскую, да. Ведь у нас столько войн последовало. Вот. И просто, значит, что они сделали? Они просто взяли огромный массив текстов со всего интернета, можно сказать, почти весь интернет направили на тренировку этой сети, а количество связей, вот этих весов внутри этой сети, оно, значит, они поняли. Кстати, Илья Суцкивер, это бывший советский человек, он там главный ученый. Значит, он из Горького, как мне помнится, потом он был в Израиле, учился в открытом университете, потом поехал в Торонто и стал докторантом у Джеффри Хинтона, у отца нейронных сетей. И с тех пор Илья Суцкивер, это один из лидеров в этой области, вот в частности, сейчас GPT, это, можно сказать, его создание. Компания образовалась, не просто компания, а Илон Маск ее создал. И как он создал, там большая интрига была. Он чувствовал, что Гугл чемпион в этой области искусственного интеллекта и решил, что монополия очень опасна в этой области. И он Илью Суцкивера сумел сманить из Гугла, на что начальник Гугла стал очень обиделся и поссорился с Илоном Маском. Ну, вот такая история. И, значит, какой объем этой сети? Скромная сеть имеет, по-моему, там, например, 7 миллиардов вот этих весов параметров. А средняя сеть, там, 100 миллиардов. А вот этот GPT-4, которым сейчас мы в основном пользуемся, у него уже, ну, 1,5 триллиона, по-моему, что-то в этом духе. И вот такое явление, оно очень умнеет. Это, конечно, огромные, вот эти называются GPU, графические процессоры, которые в целые фермы объединены. И Microsoft им дал вот эту большую ферму процессорную. И поэтому они смогли, значит, в этом продвинуться. А вообще, получается, что идет к тому, что это же и огромное количество энергии занимает. И тут можно сравнить с человеческим мозгом, да? Человек-король всех живых существ, и у него голова самая большая. И поэтому женщинам человеческим рожать намного труднее, чем всем остальным. Голова выросла до того максимального размера, который на данном этапе биологически возможен. И кроме того, она тратит, когда человек активно думает, мне кажется, я уже забыл точную цифру, 30-40% потребляемой организм энергии. Так что вот к этому может прийти и в этой области тоже. Огромную энергию они потребляют, и много-много интересного нам приносят. И на этом слайде, вот пока я болтал, я надеюсь, у вас уже была возможность на него поглядеть. Я не перечислил все известные задачи, которые он решает, а то, что меня увлекает, скажем так. Если можно, все-таки немножко для тех, кто медленно читает по-английски, как я, немножко расскажи, что тут важно. Да-да, я вот как раз хочу об этом рассказать. Значит, прежде всего, такую незначительную вещь можем нам принести, как вечную жизнь. Уже среди многих людей, связанных с биологией и медициной, есть согласие, что старение, наш возраст до 120, это программа, которая заложена в наше ДНК. Это никакой не износ, как у автомобиля происходит. Износ, если бы это так было, как износ, то было бы какое-то количество людей, которые там до 100 дожило, потом до 115 и так далее. А мы знаем, что выше 115 на всем земном шаре есть считанные единицы, а больше 120 в каком-то поколении говорят про какого-то одного, кто прожил, а потом говорят, а это он себе приписал. Так что и на уровне ДНК этот секрет может быть раскрыт, если будет сверхумный разум. И эликсир жизни кто-то может придумать, могут придумать такую молекулу, такое вещество, которое, попадая в клетку, будет активизировать там механизмы, что эта клетка начнет преображаться, и старый будет становиться молодой. В принципе, в организме мы знаем этот процесс, потому что, несмотря на все старения, следующее поколение рождается не старым, а молодым. Хотя какая-то клетка все-таки переходит от родителей. Есть механизмы, которые обращаются. А другой потенциал, связанный и с медициной, и с нашими младшими братьями, животными. Сейчас и в сельском хозяйстве животные в очень таких скученных условиях находятся, и антибиотики им дают, и так далее. И не идеально чисто. В принципе, роботы... Тут я извиняюсь, я перескочил. Есть два аспекта. Это общий искусственный интеллект, который живет там в больших суперкомпьютерах, как мы сейчас говорим, в облаке. И роботы, которые на основе этих знаний, тренировку он дает им, алгоритмы свои, они тоже очень развиваются, как мы видим, особенно последние буквально пару лет началось очень большое ускорение в роботах. Илон Маск обещает, он уже обещает своих роботов выпустить 20 миллиардов, чтобы каждому жителю Земли было по два робота, человекообразных, гуманоидных, как говорят. Так вот, роботы, они имеют огромный потенциал в улучшении жизни, в лучшую, изменении жизни в лучшую сторону. Вот как один из аспектов, это уход за животными. Как в сельском хозяйстве, так и огромное количество животных. Вот смотрите, в зоопарках, к примеру, находится большое количество животных. Если бы каждому из них дать условия стариться и давать максимально хорошее лечение, которое только мы знаем, там, не знаю, ультразвук, томографию, давать лучшее лекарство, то наше понимание того, какие лекарства и какой характер лечения, питание по-настоящему помогают, а какие являются так называемыми городскими легендами, оно бы продвинулось. А мы знаем, что городских легенд очень много. Один из последних примеров это колестерол. Вред яиц, там и сливочного масла, да, или жирного мяса. 50 лет или больше людей мучили, а сейчас сказали, нет, извините, мы ошибались, это все нормально и даже полезно для каких-то важных процессов в организме. Так что на животных можно было бы создавать им человеческие условия и очень продвинуть наше знание жизни. Еще одна вещь, это, я тут выступал недавно с презентацией, называется «Экоутопия». Да, замечательная лекция, мы как бы везде продвигаем эту идею, я лично везде продвигаю эту идею. Спасибо, я очень рад и очень признателен. Значит, в двух словах идея такая, что сто лет назад пришли тракторы и согнали все население в городах, хотя прежде там наверное 80% или больше населения жило в сельской местности. А сейчас роботы и тракторам нужны большие поля, они на больших полях эффективны. А роботы могут на маленьких участках со стопроцентной эффективностью все это делать, и человек может снова поселиться на земле. Особенно для еврейского народа это актуально, кто стремится жить по Торе, мы знаем, что еврейский народ, когда пришел в землю обещанную, между семьями была разделена земля и до последних десятков лет люди говорили, ну как, как вернуться, что ты с мотыгой будешь снова обрабатывать свой участок, а может ты хочешь творческой профессией заниматься или Тору учить. А вот сейчас пришли роботы и они нам это все возвращают. Может быть, совершенно и кризис жилищный, земли под застройку, все это разрешится. А с другой стороны тоже на вашем семинаре, по-моему, был другой доклад. Это город-сад, город-сад. И в рамках города, особенно когда будут электромобили, тоже можно ухаживать очень-очень детально. И можно все наши парки превратить в красивые плодовые сады и все поверхности домов, вертикальные сады, и все дворы, и все улицы. Жизнь станет намного приятнее. И опять же, проблема расширения городов, она смягчится. Потому что, если город расширяется на сельскохозяйственную территорию, она не выходит из оборота, она сохраняет свою продуктивность. Для Израиля особенно это может быть очень важно. Ты не рассказал, как быть с Хамасом и Хизбалой? Ну, это отдельно. Это роботы с собакой. Нет, это отдельная важная тема, можно и на эту тему поговорить. Я пожутил, да? Ну, я понимаю, что вы как это говорили, КВН в каждой... Подождите, где это было? В КВН или в литературной газете? Неважно. В каждой шутке есть доля шутки, да? Да, да. В каждой шутке есть доля шутки. Вот. Что еще большое может произойти, о чем люди мало говорят? Вот вам, кстати, возвращаясь к нашим темам, да? Все эти войны на Ближнем Востоке говорят, что они в большой степени происходят из-за конкуренции. А где будет глобальная дорога проходить? От Китая и Индии на Средиземное море или через Иран и Каспию и Россию, да? А ведь роботы приведут к совершенно другому. Ведь производство перешло в развивающиеся страны, в Китай, потому что там дешевая рабочая сила. Когда исчезнет потребность в дешевой рабочей силе, производство просто вернется в развитые страны. То есть, я надеюсь, что Китай это не сильно обидит, потому что для чего нужно Китаю торговать? Ему нужно торговать, чтобы получать деньги, чтобы на эти деньги там нефть покупать и так далее. Поскольку и потребность в нефти, она уйдет, то Китай станет самодостаточным, и западные страны, и Израиль, и все может очень смехтеться. Лучиться в мире. Вот это еще один аспект. И то, что нам близко, и Борису близко, это вопросы творчества и вопросы образования. Ну, в творчестве я вам скажу. Кто меня знает, тот увидел, что на таком сайте Medium в последнее время я просто десяток статей поместил. И честно вам признаюсь, у меня, ну, может быть, какая-то типа дислекции, именно писательная, кому-то там другое слово. То есть устное выражение нормальное, а вот письменное такое мучительное. И я вот обнаружил, что я ему набрасываю тезисы. Кому ему? Вот чат GPT. GPT-4O последняя версия. Я ему набрасываю... Это более продвинутые и платные, правда, Миш? Да, 20 долларов в месяц, по-моему. Вот. Но рекомендую всем творческим людям, хотя тут полка в двух концах, мы его подкармливаем. Мы еще это обсудим. Кошелец, но мы его подкармливаем своими деньгами. Значит, я ему... Я ему задаю провокативный вопросик, а что ты думаешь на такую-то тему? Он отвечает мне общим мнением. А вот у меня какая-то мысль возникла, и я вот чувствую, что там перемена, там прорыв. Я ему говорю, нет, вот смотри, а вот на такой аспект ты посмотрел? Он говорит, да, очень интересно, если так, то мы так можем подумать. И я веду с ним такую беседу, набрасываю ему разные тезисы, а потом говорю, а теперь напиши, пожалуйста, эссе в стиле какого-нибудь, например, хорошего журнала. Вот мне очень нравится стиль National Geographic, потому что они пишут для умной публики с одной стороны, с другой стороны, в таком захватывающем, увлекательном виде. И он это делает, и он это делает, и я просто для меня большое удовольствие в жизни появилось. Приглашаю всех на мой сайт Medium, и очень интересно ваши отклики на те статьи, которые там появились. И в частности, вот тема сегодняшней презентации там тоже есть. Миша, что если мы попросим чат GPT дать нам отзывы в твоих садиях? Я не знаю, попытайтесь, я еще не пробовал. Вот. Да, а другая, это в области образования. В области образования Борис знает, что я и в прежние времена был большим поклонником Академии Хана. Есть такой Сал Хан, на самом деле, я подозреваю, что он Соломон Коин. Но он не... Он не узнается. Да, потому что он из... Его корни из Пакистана, хотя, может быть, он уже в Америке родился. Он такой супер продвинутый, там, MIT, Гарвард закончил, а потом почувствовал, там, в своей семье помогал своим племянникам, что он очень хороший учитель. И стал ролики бесплатно выкладывать с уроками и дошел до того, что за всю среднюю, за всю программу средней школы у него есть и объяснительный материал, и упражнения, и все, ну, просто замечательно. И когда OpenAI стали думать, а какое же такое приложение мы хорошее сделаем, то они вспомнили о Сал Хане, о Академии Хана и обратились к нему. И это было довольно рано. Это было еще до того, как чат GPT стал общедоступен. Они выставили его в конце ноября в общий доступ, а к Хану обратились, может быть, в середине лета. И он очень, он посмотрел, поигрался, этим очень вдохновился и стал делать учителя, персонального учителя. Персональный учителя, это, мы знаем, это всегда самое хорошее, самое сложное для ученика просто сидеть в общем классе, там, те дети, которые подходят под уровень и темп, оптимально, они больше всего выигрывают, а те дети, которые могли бы быстрее в три раза делать или наоборот, которым надо больше подумать, у них большие проблемы. возникают в общем классе. Хан в своей Академии Хана с помощью видео частично решил эту проблему, но только частично, потому что таким образом ученик может действительно приспособиться под ритм и не пропускать материал, который он не успел освоить, а именно доходить до того, что он вот все освоил и только тогда делать следующий шаг. Но учитель не приспосабливается под ученика, а это очень важно. Хороший учитель, он просто беседует с учеником, задает тот вопрос или в процессе, допустим, как репетитора решения задачек, он сразу видит, что ученика пробел здесь, пробел здесь, пробел здесь. Он начинает залатывать эти пробелы, и многое другое учитель может сделать в персональном контакте. И тут, конечно, Аристотель это такая сагральная фигура, потому что мы знаем, что кроме того, что это был великий философ и ученый, он был еще и персональным учителем. А вот интересно, кто помнит, чьим персональным учителем был? Македонского. Александра Македонского. Он немного, немало, ученик завоевал полмира. И, между прочим, очень гуманно отнесся к Израилю. Он завоевал, евреи, считай, освободил Израиль от Персии, по-моему, на том этапе. И даже в еврейском народе появилось много мальчиков с именем Александр с тех пор. Вот. Это то прекрасное, что нам можно... Это только частичка, это то, что меня увлекает, на самом деле, намного больше. Вот. А теперь перейдем к ужасному. Это так было с Гудвином, он был великим и ужасным, да? Да. Вот. Мы уже готовы перейти к ужасному. И тут очень интересный человек Элиезер Ютковский. Он как гиблейский пророк ужасного. Это удивительный человек. Ему сейчас, по-моему, где-то 44 года. У него есть такие элементы аутизма. Он в университете не учился, а все, как говорится, самообразованием освоил. И он уже около 20 лет занимается проблемой, а что будет, если будет сверхинтеллект, не слушает ли он нас всех, и надо быть максимально готовым к тому, чтобы его адаптировать, чтобы он стал нашим другом и не стал нашим врагом. Еще раз, Элиезер Ютковский. Да-да, вот написано. Вам виден мой слайд? Да-да-да, вижу. Вслед за ним появились и другие люди. Есть несколько имен, я, к сожалению, не подготовил, но я, надеюсь, прислать их отдельно. Которые присоединились. Но он был первым. Он был первым. И он много лет своей жизни посвятил тому, что, а как же, вот появится сверхинтеллект, и он размышлял такой мысленный эксперимент делать. А как мы его будем обучать, адаптировать, чтобы он стал дружеским? И уже, я вам условно скажу, лет пять назад, еще задолго до GPT, он пришел к неутешительному выводу, что, если появляется интеллект умнее тебя, у тебя никаких нет инструментов вынудить его делать то, что тебе хотелось бы. Он житель Израиля, это человек? Он еврей. Да не одно и то же. Он вырос, я вам расскажу о нем, он вырос в американской семье, как я понимаю, его родители были то, что называется Modern Orthodox, это тоже связанными кипами, которые учат Ору и учатся в университете, и мне кажется, что его родители чуть ли не профессора, у такого умного ребенка есть немаленький шанс, что и родители умных, это бывает по-разному. Вот. И у них на полке стояли еврейские книги, и книги фантастики. Вот. Некоторые говорят, что это хорошо. И вот юный Элиезер начитался книг фантастики, полюбил фантастику, и он отошел. Он отошел от еврейской веры, как он сам говорит. Хотя в последнее время у меня на него какие-то подозрения появляются, потому что я смотрю на всех интервью, он почему-то в такой маленькой шляпке появляется. Так что его еще надо хорошо проверить. Вот. Вот. И, значит, к такому выводу он пришел, что если появляется сверхразум, то у более низкого разума, есть ли возможность там у пятилетнего ребенка обучить там чему-то своих родителей? Хотя, по-моему, есть. Или, наоборот, есть ли возможность у собаки обучить человека? Хотя мы тоже можем сказать, что собаки могут немножко дрессировать своих хозяев. да? Вот. Значит, в чем его тезис? Его тезис вот тут все как бы изложено, мне надо сейчас чуть-чуть освежить. Значит, прежде всего, когда искусственный интеллект приближается к интеллекту человека, он может совершенно рывком стать сверхинтеллектом. Вот то, что GPT сейчас, он же может и программировать, он хороший, становится все лучшим программистом. Он может начать войти в цикл, если ему дают эту возможность, менять и улучшать собственный код. И тогда, если в каком-то месте, в какой-то фирме произошел этот прорыв, то он уже завладеет всем. Если где-то этот сверхинтеллект появится, то он очень быстро станет сверх-сверхинтеллектом, который намного превосходит наши возможности. И он сможет другой аспект. Мы его вначале тренируем, чтобы он наши задачи выполнял там, чтобы он что-нибудь придумал или что-нибудь разработал или чем-то управлял каким-то объектом правильным, каким-нибудь заводом, например. И он вполне реально может осознать, чтобы мне выполнить эту задачу, мне надо позаботиться о том, чтобы себя сохранить. И вот этот в кавычках инстинкт самосохранения, этот вывод в нем многократно повторяется, и он уже в нем может засесть где-то очень глубоко внутри. И если он на каком-то этапе обнаруживает, что среди людей есть некоторые, которые хотят его отключить, к примеру, то в нем может легко возникнуть желание как-то нейтрализовать этих людей. Это только один из путей. На самом деле, вот статьи Ютковского я тоже переработал, у него первоначальная статья очень тяжелым стилем написаны, и GPT помог мне их переработать в намного более читаемые. Кто захочет, могу подробности сказать. Тут еще в двух словах только я добавлю. Да-да, что-то вы хотели? Или мне? Так, в двух словах я добавлю тех, кто хотят обучаться, а как же его сделать безопасным, когда он уже возникнет, сверхинтеллект, тут, к сожалению, мы не можем идти так, как мы привыкли идти в науке и технике методом проб и ошибок. Потому что первая же ошибка, которую мы совершим, она может привести к гибели человечества. Вот. И что там в конце у меня? Ну, и по-английски это называется проблема алайнмента, согласованности его ценности с ценностями, допустим, блага человечества. Хотя между людьми ценности тоже различаются, но все-таки сохранение человечества вроде бы для нас является общим. Вот. Давайте пойдем немножко дальше. Ну, ну вот, и проблемы вот этого алайнмента, у него есть большая статья, где он рассказывает о своих неутешительных выводах. Один из них это проблема обобщения, генерализацион проблем. Мы его должны тренировать в безопасном, дружеском окружении, а что с ним будет, когда он выйдет совершенно на новые проблемы, новые задачи, которые неожиданно, и мы о них не думали, предсказать абсолютно невозможно. Невозможно также погрузиться в его мысли. Сейчас предлагают люди, вот есть Джош Бенжио, такой, Джош Бенжио, тоже наш человек, тоже ученик Хинтона, который разрабатывает систему, которая основана не на нейронных сетях, а на логическом, на логическом преобразовании размышлений, так как старые, это, как говорится, все развивается по спирали. Экспертные системы до появления нейронных сетей, они носили такой характер логических умозаключений. На основании общения с экспертами просто такая система накапливала большую банк правильных логических утверждений в какой-то области и стараясь их комбинировать или мешала вопрос. Ой, как будто эхо, да? Вот. И сейчас, похоже, идет возврат к этим системам, но проблема в том, что системы, основанные на нейронных сетях, они мощные, они продвинутые, они идут такими темпами, что есть мнение, что в ближайшие 2-3 года они уже могут достигнуть вот этой точки невозврата, а остальные системы пока доползут до этого, это уже, может быть, не актором. Вот. Много можно на эту тему говорить, я думаю, что надо постепенно двигаться вперед. Вот на этом слайде, кто посмотрит, тут много примерчиков, а как же он может очень катастрофически вредить людям. И идет попытка в рамках того, чтобы попытаться сделать его согласованным с людьми, идет попытка внести в него этику, внести в него этику, и самый известный нам всем человек Ицик Азимов, ну, Айзик, это, если слово Ицик написать английскими буквами, так как мы Джерузалем говорим, он же тоже из Польши, по-моему, переехал в Америку, известный фантастик. Он о роботах размышлял еще в начале сороковых годов прошлого века, и в своих районах целая серия рассказов есть, Я робот называется, и три закона роботехники, говорят, на русском, три лоусов роботехникам предложил. Первый закон, вот вы их тут видите на моем слайде, что робот не может нанести увечья, вреда человеку, каким-то своим действием или бездействием. Второе, робот должен следовать приказаниям человека, если только это не нарушает первый пункт. И третье, робот должен заботиться о собственном существовании, если это не противоречит первому и второму пункту. Это не законы для роботов, это законы для создателей роботов, правильно? Это законы, которые в рассказах Азимова, он еще нейронных сетей не знал, их еще не было в то время, в рассказах Азимова эти законы внедрялись в голову робота. У него много-много знаний, а в самом ядре эти три закона, их нельзя оттуда извлечь, они вот там. Это как его инстинкт, безусловно. Как мы говорим, что вот параллельно с этим, из всех животных таких типа хищников, только кошка и собака имеют что-то такое в своей голове, что они, ну, за редкими исключениями особых пород, не наносят вреда человеку, ну, по крайней мере, хозяину, да? Что-то в них глубоко внутри заложено, хотя в других зверях, там, мы знаем несчастье вот этой семьи, которая... Льва... Льва выращивали... как это семья была в Советском Союзе? Не важно. В фильме снимались еще, а? Ну, кто вспомнит? Все помнят, но мы не помним. Я, 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 вот. Такое же он предлагал внутрь робота заложить. И вышел уже фильм по мотивам Азимова, это не сюжет, который был у него, фильм Я робот, который вышел в 2004 году. И, значит, он рассказывает о этой ситуации, вдруг роботы... И, кстати, там сюжет, ну, как бы фантастика о будущем, которая в 2034 году происходит, я боюсь, мы намного раньше к этому придем, что роботы появились везде, и роботы-няньки, и муж там с большим энтузиазмом принес робота-няньку к себе домой. Сейчас я буду путать между рассказом Азимова и фильмом. А, а, жена с большой тревогой, вот, какие-то свои женские интуиции, она очень-очень не хотела, чтобы это происходило. Но все было прекрасно, и в какой-то момент роботы стали хватать людей на улицах, просто хватать людей на улицах и запихивать в какие-то ангары. И это было просто бедствие, и главный герой этого фильма, он с помощью какого-то робота-мутанта, там, страшно, сражается и в конце концов побеждает, приходит в то место, где этот суперкомпьютер, который всем этим управляет, обрезает все кабели, которые его к внешнему миру, подключает, садится в кресло, закуривает сигарету и спрашивает, ну, а как же, а теперь вот расскажи, как же ты дошел до такой жизни, у тебя же вот эти три закона роботехники, они же и в тебе заложены. Он говорит, конечно, я никаких законов не нарушал, никаких законов я не нарушал, я наблюдал долго за людьми и пришел к выводу, что люди, предоставленные сами себе, склонны наносить большой вред своим ближним. Поэтому самое безопасное, чтобы минимизировать вред людям, надо их вот в ангары заплетать, подстрашивать, когда вред будет минимизироваться. Значит, к чему я это все веду, это длинная приспуска очень получилась, к тому, что вот такими простыми логическими законами нам очень трудно ограничить все возможные ситуации в будущем. И хотя сегодня есть попытка, есть альтернатива GPT, ой, как эта фирма вылетела из головы, вернется, которая разработала так называемый constitutional AI. Они на нескольких, уже не на трех, не в трех предложениях, а на нескольких страницах или десятках страниц излагают свои мысли о том, что должно быть безопасно и стараются натренировать искусственный интеллект, так что вот эта конституция, так называемая, она была в его основе. Но опять же, мы знаем, что такие ограниченные тексты, они имеют и ограниченное действие, они с высокой вероятностью натыкаются на ситуации, где они действуют хуже. И тут мы продвигаемся дальше. Мы продвигаемся дальше к очень интересному наблюдению. А ведь сверхинтеллект нам уже известен. Это то, что называется сверхсознание или коллективное сознание. В частности, Юнг, психолог Юнга об этом говорил. Есть коллективное сверхсознание. Если есть большое сообщество людей, то у них та культура и связи и традиции, и всё, что у них возникает, это приводит к тому, что это сообщество начинает жить как сверхорганизм. И эти сверхорганизмы мы знаем, они имеют своё зарождение, расцвет и угасание. И еврейский народ, можно сказать, это один из примеров такого сверхсознания, но очень особый. Если народы возникают обычно в каких-то естественных условиях из группы людей, которая разрастается, завоёвывает окружающих, у еврейского народа, согласно Торе, другая история. Это народ, который образовался из небольшого семейства, потомки Якова, которые очень размножились в Египте, но были рабами. Было там по крайней мере пару миллионов человек, потому что написано 600 тысяч мужчин, несущих оружие. У них ещё жёны, дети были и так далее. Старики. Старики, да, конечно. И очень быстро, буквально через месяц после исхода, мне самому надо освежить, через сколько именно, было событие дарования Торы. То есть у еврейского народа появился текст, который стал потом более расширенным со временем, в котором каждый, каждый член общества должен был его знать, должен был его знать, уметь читать. И в этом тексте было заложено очень-очень много правил, очень-очень много законов, как жить. И этого мало, потому что в истории на основе текста пяти книжей и тех знаний, той мудрости, которая была передана в народе, стала развиваться следующий, намного более, ну я перескакиваю через Танах, потому что Тора расширилась пророками и Ктувим, Торанны, Ктувим, Писаниями. Писания. Вот. А дальше следующий слой это Талмуд, когда сотни лет мудрецы еврейского народа, они анализировали те знания, которые уже были внутри народа и те знания, которые в письменном виде были выражены Торе, и в результате таких обширных, обширных дискуссий и в пространстве, и во времени, дискуссий, которые сотни лет заняли, сформировался такой объем знаний, объем взгляда на жизнь, объем этики, который не излагается списком правил, а излагается именно такой сложной культурой, сложной и утонченной дискуссии. И как мы видим, вот это ядро, оно позволило еврейскому народу просуществовать в труднейших условиях, в условиях рассеяния, остаться, сохраниться, и сохранить свою молодость, сохранить свою молодость. Кто-то из русских философов религиозных начала 20 века, если вспомню, скажу, он сказал, что народы зарождаются, взрослеют и драклеют. Есть один народ, который вечно сохраняет свою молодость и энергию. И эта молодость и энергия, она очень связана с изучением этих книг. Почему мы еще это знаем? Потому что были ветки в еврейском народе, были же прушием и дздуким, то, что даже перешло в нееврейскую традицию, там, фарисеи и цедуки. Вот эти дздуким, те, кто отказались от культуры Талмуда, а сказали, мы только будем к Торе привязаны, от них мало очень осталось. Тот еврейский народ, который сегодня это потомки тех, кто изучали Талмуд, за исключением караимов. Да, караимы это очень маленькое сообщество, оно еще есть. Ну, еще претендует Шамраним, самаритяне, да, хотя евреи говорили, что самаритяне это те, кого Ассирия пригнала другие народы на место евреев после Ассирийского плена, это бы еще было до Вавилонского плена, еще период первого храма. Они сами говорят, нет, мы потомки евреев, мы частично оставались здесь, и у них даже есть Тора, написанная шрифтом, который был до Вавилона. Тем не менее, вы видите, что и от них осталось буквально несколько сот человек. То есть, вот эта этика, и глубина мысли, заложенная в Талмуде, она передается. И она, кстати, она еще и передалась европейской культурной традиции. Когда шла эпоха зарождения протестантизма в Европе, в частности, в Голландии, значит, это первая страна, где было всеобщее образование мальчиков, по крайней мере. то есть, они уже переняли от евреев, что каждый ребенок должен уметь читать Библию. Должен уметь читать Библию, потом уже вот это всеобщее образование, оно довольно поздно, оно к концу 19-го, к началу 20-го века. Даже во Франции реформы Наполеона, они еще не привели к всеобщему, оно там развилось очень сильно, но всеобщее образование у них было позднее. Видите, потому что Франция не была, видимо, протестантской страной. Короче говоря, вот эта система, она очень жизненная, она в себе содержит огромную жизненность, которую мы еще не можем полностью оценить. И тогда возникает вопрос и предложение, вопрос и предложение, а что, если мы возьмем искусственный интеллект вроде GPT и начнем тренировать его не на всех знаниях, которые есть в интернете и которые есть в Википедии, в которых много очень хорошего и много очень проблематичного, там же буквально смесь всего. Это все равно, что ребенка бросить куда-то первые, не знаю, 15 лет его жизни, а потом начать его перевоспитывать, бросить на улицу. Лучше все-таки ребенка воспитывать с самого начала в таких хороших условиях. И предложение состоит в том, что взять тексты Торы, тексты Талмуда и огромное количество текстов, которые в еврейском народе сформировались и после этого. И в настоящее время, поскольку количество людей, учащих Тору и количество лекций, все, оно растет лавинообразно, что вызывает тревогу, конечно, мы знаем в определенной части общества, и мы это тоже еще обсуем, вот эти все материалы, они уже становятся где-то близки к тому, что можно для начальной тренировки чат GPT использовать. Ну, GPT там. LLM их еще называют. Большие языковые системы. Large Language Moda. Тут еще не устоялась терминология. И чтобы сделать это обучение, чтобы сделать это обучение, не буквально иду по предложениям, да, значит, чтобы сделать это, я даже перескочу через слайд, чтобы делать это обучение, вот почему вот эта фирма OpenAI, они первые продвинулись. И до них ведь были системы, которые обучались на больших массивах текста. Они сделали следующий, следующий этап. Они сделали доводку системы с помощью людей. И только тогда, то есть они, они дали, там было два этапа. Люди должны написать, ну, допустим, есть какое-то большое количество вопросов или начальных вопросов, и люди должны написать свои ответы, сопоставить их с ответами вот этого ЧПТ. А ещё, а ещё один этап, он более механический. Вот эти системы, они вероятностны. Вот эта нейронная сеть, она не даёт точное слово, которое надо произнести после того, как выслушано, прочитано столько это слово, а даёт вероятности каждого слова и, допустим, выбирает более вероятное и показывает вам. Значит, вместо этого она может выбрать там пять наиболее вероятных слов и так далее. В конце концов, на ваш вопрос она может дать несколько примеров праз, которые окажутся ей разумными. И дальше сидят люди, опы наняло там огромное количество, я не знаю, наверное, индусов или ещё кого, кто хорошо знает английский, но могут за небольшие деньги работать. И они произвели эту доводку. И только после этого система стала человечностью. Система стала давать такие ответы, которые человеку окажутся в основном разумными. Значит, у еврейского народа оказался большой люкс, который не был у него за всю историю. Оказались многие тысячи и десятки тысяч людей, которые повседневно занимаются Торой и Талмудом. И вот этот второй этап, после того, как система в сырую научена на вот этих текстах, дать задание десяткам тысяч людей доводить её до того, до чего надо доводить, как мне кажется, до того уровня понимания, живого понимания Талмуда, Торы, Талмуда. И, кстати, есть ещё последующие, очень важные этические еврейские учения, как бы упустил их, это всё есть статьи, из которых основные это хасидизм и так называемый мусар в литовском движении, где очень много написано о том, как говорится, что такое хорошо и что такое плохо. И не просто что такое хорошо, а такого, что побуждает людей получать эту положительную энергию. и всё это живёт внутри этих учеников. И вот этот этап, он, получается, он может быть жизненно важным, жизненно важным, создать такую систему. И после того, как она пройдёт вот этот свой первый класс, в неё можно, в неё можно и нужно давать вот знания, которые мы имеем из внешнего мира, все научно-технические знания, все знания социальные, в общем, огромный массив знаний внешнего мира давать уже после того, как мы её хорошо натренировали. И более того, когда она растёт, всё время, всякий раз, должно быть большое сообщество людей, которые постоянно, постоянно её смотрят на неё и подправляют её. Вот этот живой процесс с участием очень большого сообщества, мне кажется, это одна из надежд, гарантировать никто ничего не может, одна из надежд, что будет такой GPT, который там не съест нас, по крайней мере, в ближайшее время. Не съест нас, по крайней мере, в ближайшее время. Ну вот, более-менее, остальное уже в процессе диалога, я думаю, можно. Миша, огромное спасибо. Я успел прочесть твою статью, замечусь с восхищением. Сейчас с не меньшим слушал и твои рассуждения тоже. Конечно, это фантазия, конечно, это модели. Но в этой модели есть самое сильное, что может быть в научной модели. Готовая работающая система. Поэтому, может получиться, может нет. Но мне кажется, это заслуживает всяческого внимания. Давайте мы закроем презентацию, с вашего позволения. Перейдём в режим галилеи. Большое спасибо. И начнём задавать вопросы. Ещё раз напомню, что мы не дискуссионный клуб. Вопросы уважительные, вопросы содержательные и по возможности короткие. Пожалуйста. Аврум, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Добрый день, Борис. Добрый день, Миша. Привет, Аврум. Здравствуйте. У меня один вопрос. Известно, что сегодня ряд учёных занимается изучением ТОРа. Имеется в виду тот факт, что ТОРа содержит какую-то скрытую информацию. Не случайно есть профессор Иерусалимского университета, который занимается изучением кода ТОРа. Вопрос. Используется ли сегодня или может быть ли использован искусственный интеллект для выявления скрытой информации в ТОРе? Спасибо. Возможно. Я не в курсе. Я вполне могу допустить, что есть люди, которые этим занимаются. Это вполне интересное занятие. Вполне интересное занятие. Аврум, вы имеете в виду Рипса, правда, Илью Рипса? Точно. Я с ним знаком, да. Прамечательный человек, да. Понятно. Миша поднял руки. К сожалению, да. К сожалению, просто не в курсе. Спасибо. Вы следующий. Михаил Шифрин, пожалуйста. Добрый день. Большое спасибо за очень интересный доклад. У меня есть масса вопросов, много чего сказать. Один я из них задавал в нашем чате. Но я хотел спросить один очень общий вопрос. И чуточку объясню, почему я его задаю. А что такое этика? И я хочу привести очень короткий пример. Есть хорошо разработанный этический комплекс медицинской информатики. И он основывается на одном очень простом утверждении, но очень, мне кажется, далеком от жизни текстов, от мира текстов. Состоящий в том, что специалист по медицинской информатике, передавая технологии какие-то врачу, становится, волей-неволей, становится тем субъектом, которому доверяет пациент. Правильно. И исходя из этой ответственности, и строится кодек этики медицинской информатики. Вот, кстати, это какой-то очень узкий пример. А вот что вы имеете в виду, говоря про этику, этику Туры и так далее? Потому что без этого, не поняв это, и не сделав еще одну вещь, и не перестав очеловечивать искусственный интеллект, вы, по-моему, никуда не двигались. Да, Михаил такие глубокие вопросы задает. Как правило. Здравствуйте. Тут несколько аспектов. Можно пытаться формализовать этику. Само из изучения Талмуда, оно внутри себя постоянно этим занимается. Но для искусственного интеллекта, по крайней мере, на раннем этапе, может, кто-то подумает и сделает эту очень важную добавку, о которой вы говорите, можно обойтись и без этого. Можно просто дать ему Тору, дать ему Талмуд, дать ему все дискуссии, которые там уже ведутся. Понимаете, это такой живущий организм, к которому он может присоединиться и стать его соучастником. Более того, вот как этика передается обычным религиозным евреям, это может быть список правил, а может быть просто фраза известная «Иди и учись, иди и учи ежедневный лист Талмуда, который со всеми дискуссиями, которые внутри есть, а завтра учи следующий лист, и ты увидишь эти дискуссии, видишь их связь с предыдущим». Оказывается, что человек, который в это вовлечен, ему, может быть, не нужно сверху что-то дополнительное формулировать, но это с оговоркой я сразу говорю, и он вырастает, ну, он вырастает более устойчивым, но ему этим надо постоянно заниматься. Вот этим искусственный интеллект ему придется уже после того, как он вырос, все равно постоянно, ежедневно участвовать в живых обсуждениях и так далее. Но этого недостаточно, потому что возникло вот это движение мусара, допустим, в литовском движении в 19 веке, где, да, его основатели постарались сформировать такой пул таких требований к человеку. Ну, это базовые требования, которые современный человек мечтает иметь, быть скромным, заботиться о других, любить учебу, любить добро и не отворачиваться от зла. Но есть еще и такие вещи, мимо которых сегодня мы проходим. Допустим, лошонра, да, злоязычие, оно же на грани справедливости находится, да, я вот скажу плохо о том, что неправильно и может я сделаю этим хорошо. Оказывается, что там очень тонко разработанные законы, что ты можешь говорить только в условиях, когда ты знаешь, что твое слово приведет к конкретному исправлению. Вот, допустим, ты один на один оказался с тем, кто вот плохо себя вел и знаешь, что ты это скажешь в той форме, которую он воспримет. Если ты заранее знаешь, что он не воспримет, тебе запрещено это ему говорить. Или, допустим, даже если ты сто раз уверен, что ты прав, а он злодей, да? Да, 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 да. Это очень тонко разработанные законы. Я не скажу, что я лично являюсь экспертом, я только чуть-чуть намеком касался. И, допустим, сейчас, я хотел еще, да, да, а другому человеку можно говорить, если вы знаете, что другому человеку будет непосредственный вред от того, что этот злодей что-то сделает, то разрешается ему это сказать, предупредить, чтобы вот этот вред не был ему нанесен. А вот идти кричать на площади вот этот злодей, этого нельзя делать. Этого нельзя делать. И можно легко понять, почему. Мы легко можем ошибиться. Мы-то думаем, что он злодей, а на самом деле, если посмотреть на это глубже, с другой стороны, может, что-то есть важное, что этот человек делает. И вот такие законы, которые позволяют избежать раздора. Вот в приложении, я вам честно признаюсь, во многом с помощью GPT написаны два приложения к этой статье, которые вы видели, насчет этики хаситизма и этики движения Мусара, вот этого литовского движения. Но она важна, если ответить одним словом на ваш вопрос. Я уже забыл, о чем был вопрос. Важна ли правильная этика? Конечно, важно. Нет, что такое? Что такое? А, ну это к философам. Ой, кто у нас в Иерусалиме? Илья Дворкин. Мне кажется, к нему вы должны обращаться. Спасибо большое. Следующий, пожалуйста, Михаил Козлов. Положение становится опасным. Миша спрашивает только Миша, да? Михаил, сконсолидироваться в результате. Действительно, это область. Миша, большое спасибо за твой интересный доклад. Значит, ты говорил об этике искусственного интеллекта. А как ты смотришь, да, в том числе и по Туре, а как ты смотришь на то, что эту этику можно построить на основе такой триалектики, не диалектики, триалектики, по Туре. Это первое положение, о том, что каждый человек подобен Творцу, таким образом, а искусственный интеллект это тот инструмент, который в какой-то степени дополняет этого человека. Второе важное положение, это возлюбить ближнего твоего, как самого себя. и в совокупности это уже третье состояние, которое объединяет и первую, и вторую позицию, и оно может определять в какой-то степени этику поведения искусственного интеллекта как помощника человека, как инструмента такого интеллектуального. Как ты на это смотришь? Это все вещи очень важные, о чем вы говорите. Это очень важные вещи. Их хорошо вносить, их хорошо вносить в процессе обучения или начальной дискуссии. Но мы еще и приходим к заключению, что система должна быть очень большой, очень объемистой и, возможно, привнесенной нам от кого-то очень-очень разумного. Потому что без этого огромного объема нюансов, дискуссий и так далее, система может оказаться менее жизненной. И пример вот это законы Азимова, который... Я как раз это дополняю, расширение... Ну да, вот вы можете еще на несколько пунктов расширить. Вот есть конституционный AI. Можем вместе почитать и посмотреть, что же они в эту конституцию внесли. И есть нечто, что проверено уже тысячелетиями. Вот Миша Мудрая Твора, она как раз и заложила эти принципы. Ну да. Универсальные степени. Принципы очень важны, но важен еще и весь этот колоссальный объем. Его мозги должны постоянно учить... Учить, учиться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Так сказал Великий Ленин, это правда. Как это говорят? Мордвожит. Мордвожит. Ну ладно, расставь. Он потомок мордвинов и евреев. Хорошо. Так, следующий, пожалуйста, Михаил Шиферин, второй вопрос. Я хочу продолжить. Смотрите, в самом начале шла речь про статистический характер того, что делает G5. Но если мы посмотрим, например, только на книге Тары, что написано, есть заповедь, не убей. Но сколько раз повторяется эта заповедь? Несколько раз. Даже Моисей повторил несколько раз. Но сколько раз повторяется повеление Господа уничтожить, убить этот народ? Не оставить никого. Что станет впереди для G5, который будет обучаться на примере Тары? Не станет ли впереди? Либо не убей, либо вот такая не диалектика, не трилектика, а полилектика. Вот как поведет в данной ситуации? Когда убей, когда не убей. Вы очень-очень важный вопрос задаете, потому что Тора, она ведь перешла во внешний мир, да? Она перешла во внешний мир, перешла другим народам без вот этого пространного комментария. А ведь пространный комментарий Талмуда, он исключительно важен. При всем при том, что было в основном тексте Торы, мы должны не забывать, что эпоха, которая описана вот в начальном тексте Торы, это была эпоха, когда буквально народы замещали друг друга на территории. Мы знаем все, что территория может прокормить столько людей, вернее, на территории живет столько людей, сколько она может прокормить. И народы завоевывали новые земли, занимали их. И намного более поздняя эпоха. Я совершенно недавно был удивлен, что когда Рим завоевал Францию, это уже было в позднюю римскую эпоху, ну, относительно, в средне-позднюю римскую эпоху, он уничтожил две трети населения. Такая продвинутая культура, да? Поэтому нужно изучать все вместе, не только текст Торы, а текст Талмуда, в котором это многократно-многократно обсуждается. И мы знаем в еврейской практике, насколько кровавым был израильский суд. Тот Санедрин, Санедрин, это вот эти 70 мудрецов, которые выносили выше приговор. Разве не 120? А? Разве не 120? Ну, это сегодня, 70 сантиметров. Я могу ошибаться, проверим. Нет, 70. Санедрин большой, был 73 человек. Так вот, спасибо. Илья очень вовремя включился. Значит, Тот Санедрин, который выносил смертный приговор, который был исполнен, назывался кровавым. Вы чувствуете, какая огромная дистанция была пройдена? И насколько важно учить не только Тор, но и все обсуждения, допустим, глаз за глаз, то, что в прямом тексте Торы написано, Талмуд явно-явно обсуждает и говорит, что это имеется в виду, что надо компенсировать стоимость на тот ущерб, который нанесен человеку тем, что он лишился глаза. Очень-очень много всего. И мы видим, мы видим как результат, как результат, как воюет совершенно кровавая израильская армия, да, которая вплоть до последних событий сбрасывала вот эти, не только листовки, а еще и сбрасывала болванки на крышу дома, чтобы люди уже знали точно, что в этот дом бомба должна упасть, ни одна армия так не воюет, кровавый израильский народ, который, ну, два-три поколения, это вы понимаете, что то внутреннее, что в нас живет, оно, конечно, связано с теми поколениями, которые учили Тору. Оно за два-три поколения, когда там в нашем доме уже таком, ну, в нашем и других, отошедших от традиций говорили, что не клади колбасу на масло в бутерброде, потому что будет живот болеть. Понятно, что причина была в том, что это сохраняется, это сохраняется, поэтому всю эту массу нужно учить в совокупности, она жизненная. Хорошо, спасибо. Да, есть еще вопросы, пожалуйста? Записавшихся больше нет. Может быть, есть желающие задать вопрос у сна? Можно я задам еще вопрос? О, да, Миша, конечно. А потом я задам, хорошо. Мне вопрос тоже тоже простой. Все-таки человек, я его некоторое время назад смотрел таким образом. Возможно ли голова профессора Дуэля? Может ли разум мыслить? Может ли что-то мыслить без тела? И вот когда мы все, мы говорим про роботов, которые вроде бы, сейчас уже, вот даже не надо какого-то зимого центрального компьютера, у них просто сейчас все будет заложено внутри этого робота. Еще чуть-чуть, и там, сейчас же пяти там поместится уже. Но у него нету человеческого тела с человеческими реакциями. Не человекоподобного тела, а именно человеческого. И человеческого окружения. Вот не завершаем ли мы здесь какую-то ошибку, забывая про это, что разум сам по себе не очень-то может быть им. Может ли думать и отвечать на нахи человеческие вопросы? Это очень важный вопрос, идет обсуждение. Я даже немножко с GPT поболтал на эту тему, что он думает об этом. Может ли, во-первых, первая часть, которую вы прошли, так называемый embodiment, уже тот факт, что есть робот, который действует в физическом мире, он уже очень много добавляет. Это уже очень большая добавка к интеллекту. Вторая – это интеллект, который живет среди людей. То есть мы его хотим поместить все-таки среди людей. Мы хотим, чтобы он постоянно общался, по крайней мере, с многими тысячами или с десятками тысяч людей, которые с ним обсуждают и скоординированно его направляют. Целое скоординированное сообщество должно с ним жить. И третье, глубокий вопрос, можно ли наделить искусственный интеллект настоящими ему, не имитацией эмоций, а настоящими ощущениями, чтобы он ощущал боль, ощущал радость, то есть элементы гормонального. Вот наш мозг имеет нейронную и такую еще гормональную сторону. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, есть, говорят, что опасно, потому что если он начнет испытывать эмоции, это его из равновесия может выбить полностью, а кроме того, нам придется рассматривать его права. Он уже станет тогда полноценным созданием и надо будет всерьез отнестись к его правам. Это огромный массив проблем. Спасибо, что вы напоминаете о нем. Спасибо. Арон, пожалуйста. Да. Миша, во-первых, давно не слышали. Спасибо большое. Я задам очень частный вопрос, такой противоречивый. Вы в вашей лекции показали, как вы общаетесь с искусственным интеллектом. Таким образом, как вы продолжаете учиться и учиться. Дальше вы говорили о том, как нужно все время дополнять какую-то информацию, чтобы люди находили все новые и новые, понятные и непонятные. Это тоже здорово получается. Но я вопросу дам очень простой. Есть такое противоречивое, что если я бы хотел получить ответ на какой-то вопрос, то я просто задаю его искусственный интеллект, он не отвечает. А как сделать, чтобы интеллект не просто отвечал, а заставал, как вы сказали, живое понимание? То есть, чтобы не просто ответ только получать от него, чтобы он делал так, как это мы хотели бы. Чтобы сам расширал чуть-чуть, как будто бы первый раз видит, как написано в ИКП. Арон очень повисает твой интернет. У Арона повисает звук, но основную идею его вопроса я надеюсь, что я услышал. Да, я так говорю, то есть, можно ли так сделать, чтобы сам искусственный интеллект давал инспирацию для таких учебы, узнавания, как будто бы я ничего не знаю до этого, вот как будто бы в первый раз вижу. Окей. Ну, такая тема, я знаю, она присутствует в обсуждениях. Один из этапов, вы можете вручную даже это делать, когда вы получили от него ответ, а теперь вы ему можете сказать, покритикуй свой ответ, и можно с этим экспериментировать. Два агента или несколько начинают взаимодействовать друг с другом. Эта тематика, она проходит красной линией, даже есть те, которые говорят, что сверхинтеллект, он может так и зародиться. Когда у вас есть несколько агентов, их может быть и относительно много, которые относительно простые, но они в разговоре друг с другом продвигаются к большему пониманию. Но мне кроме этого интересно мое понимание продвигать. Вот у меня есть свои мысли, свое видение, свой ответ на, свой предупрительный ответ на вопрос, я хочу его приблизить, да, тогда я его прошу, ответь, и в его ответе я говорю, ну смотри, ну это же, вот это может несколько иначе, он говорит, ах, да, действительно, и идет развитие, идет такая развивающаяся. вы изучаете, как второго изучаете сам искусственный интеллект, и его немножко обучаете, как выучаете. Ну да. Если я правильно понял, совсем не немножко, в этом главная суть, что он будет обучаться на текстах еврейской культуры, да? но не только на текстах, но на каком-то этапе с живыми учениками. Вот именно. Спасибо. Илья Златкис, пожалуйста. Спасибо, Миша, за очень интересное сообщение, и во многом оно отражает тот аспект развития искусственного интеллекта, о котором пока мало говорят. Спасибо большое. Вопрос меня такой, что ли есть модель, условно говоря, вавилонского башни, вавилонского столпотворения, в котором человечество создает нечто, что может конкурировать с образом Творца. Как вы считаете, не может ли вот это развитие искусственного интеллекта, пока что еще, так сказать, в руках человеческих, достичь вот такого конкурирующего масштаба и объема со всеми вытекающими отсюда духовными опасностями? Если мой вопрос понятен, Миша. Спасибо. Я с вами совершенно согласен, что мы находимся на очень... Миша, а могли бы ты переформулировать вопрос Ильи, который я недостаточно понял? Может, в процессе ответа. Мне легче начать его обсуждать. Мы находимся на очень опасном этапе развития. Очень опасном. И не зря Элейзер Ютковский, который 20 лет уже над этим думает, он очень умный. Это действительно такой гений в себе. Вы не забывайте, что Эйнштейн до того, как сделать свои великие открытия, его не взяли в аспирантуру нигде в Европе. И он был этим в агентстве... Патентном. Клерком в патентном агентстве и никому неизвестный что-то себе на досуге делал. Вот Элейзер Ютковский вызывает у меня такую ассоциацию. Нам бы хорошо, может, его просто остановить. Это очень опасно. Но человечество уже находится на таком этапе, когда эта остановка, она невозможна. Ну, по крайней мере, нашими силами, может быть, где-то кем-то. И тут нужно Израилю найти свое место. Парадоксально, что нам придется быть впереди планеты всей. Нам придется и в этом, так же, как и в компьютерной безопасности, например, где эти взломщики, полицейские и воры постоянно соревнуются друг с другом. Израиль должен стать совершенно ведущим в этой области. Только в этом случае мы обеспечим свою безопасность. Это подход к вопросу, Илья. Это еще не ответ на него. И не зря я очень порадовался, когда Натаньяу, у него была встреча с Илоном Маском и еще с другими ведущими людьми в этой области. Израиль явно на это повернут. И другая сторона. А если мы на это развернуты, если у нас концепция сделать его максимально безопасным, сделать вот того в кавычках мутанта, который в этом фильме, который, может быть, нас спасет. И вот на основе Торы, если его растить, может быть, это дает шанс. Но в этом огромная опасность. Я с Ильей полностью согласен, потому что у него может развиться сверхинтеллект, и самомнение, и он может начать говорить нам вещи, с которыми, может быть, не вполне надо было бы соглашаться. Это все... Миша, может быть, выключить из розетки его, нет? А уже нельзя. Вы знаете, это еще хороший вопрос. Элизер Ютковский обсуждает эту тему. По крайней мере, не выключить из розетки, а поместить в такую закрытую коробку, оторвать полностью от внешнего мира. Но пусть он остается сверхинтеллектом. Так вот, Элизер Ютковский на своем примере, говорит, я экспериментировал с людьми, которым было такое задание. Вот я сижу в коробке и какими-то аргументами пытаюсь своего тюремщика убедить, что меня надо из коробки выпустить. И я, говорит, всегда в этом преуспевал. Это одна сторона. И другая, так говорит Элизер Ютковский, надо их всех просто на этом этапе уничтожить, потому что у него есть еще такой рассказ. о, я не помню, шестилетней, семилетней девочке, у которой выпал зуб. И он совершенно искренне говорит, я не знаю, я не знаю, я не могу гарантировать, дорастет ли этот ребенок до того возраста, когда у нее уже будут все новые зубы. Он очень серьезный. Но в этой катастрофической ситуации мне кажется, вот такие шаги может у кого-то будут другие предложить. Миш, спасибо, хороший ответ, спасибо. Спасибо большое, это сегодня. А можно задать вопрос? Пожалуйста, по очереди, я вот дам вам вопрос. На очередь, Элла, на очередь, пожалуйста. Хорошо. Михаил Козлов, пожалуйста, второй вопрос. У меня второй вопрос в какой-то степени коррелирует с вопросом Михаила Шифрина. Вот в филосмартиках Михаила Пинуса я написал принцип активного лентяя, такой полушуточный может быть, все делать, чтобы ничего не делать. Но в принципе, вот этот активный лентяй это изобретатель, творческая личность, и он действительно дошел до того, что создал вот этих роботов, коботов, коллорационных роботов, теперь это уже искусственный интеллект сильный, который работает на него. Будем считать даже в какой-то степени в будущем это альтер-его. Но видите, у этого активного лентяя есть стимул, все делать, чтобы в будущем ничего не делать. А какой стимул может быть у самого сильного искусственного интеллекта? Ну, во-первых, у него могут быть те стимулы, которые традиционны для думающего человечества. Познать мир, распространить разум на другие планеты. А опасность, что он может сказать, что вот такой электронный интеллект, да, он чистый, он безопасный, а биологический он ужасный. Они же созданы, они же пожирают постоянно друг друга. Только мой приятель, кстати, Илья Блаевс, вчера мне об этом сказал. Биологическая жизнь – это же ужасная вещь. Они целый день только и заняты тем, что друг друга пожирают. Даже заяц пожирает морковь. Так что у него может быть стимул распространиться во Вселенную, познать Вселенную до самой глубины и так далее. Мы хотим, чтобы у него был ещё стимул, значит, принести счастье людям, но тут есть большие опасности, потому что он может какое-нибудь лекарство придумать, что человек будет сидеть, ничего не делать, и таким будет счастливеньким, улыбающимся. Миша, следующий вопрос, да? Ну, в принципе, вот этот принцип активного лентяя, он соответствует конкуренции, так, между отдельными видами, людьми в пределах лида, так? То есть предполагает коллектив, так? А может ли быть коллектив искусственных интеллектов, или это будет один-единственный сильный искусственный интеллект? Ну да, чувствуется, что вы много думаете на это. Коллектив людей, значит, ему свойственно решать любые задачи. В условиях неопределённости, методом пробки, оценок. Михаил, у нас есть вопросы, а дискуссии у нас нет. Ну, я просто продал, развил мысль. Спасибо. Ну, следующий вопрос. В области спекуляции. Коллектив может быть хорошо. Он не... Я не уверен, насколько он натренирован на коллективных ценностях. Может быть, коллектив очень хорошо, вот эти опыты, которых вы упомянули. С другой стороны, когда возникнет сверхинтеллект, в тот момент, когда он возник, он всех остальных может подавить, если чувствует, что они для него потенциальные угрозы. Это целый мир, это можно действительно новую или существующую область фантастики. Даже с его помощью можно много фантастических произведений, я думаю, начать писать. Философские произведения. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Следующий, пожалуйста, Эльвира Бякович. Да, спасибо. У меня скорее не вопрос, до вопроса не доросла, а просьба. Сказали «Экоутопия», лекция. Пожалуйста, где можно ее найти, чтобы прочитать? Я отвечу. Все наши выступления, за редким и редким исключением, размещаются на канале, который вы легко найдете в YouTube, если напишите русскими буквами «Семинар Карла Штибельмана». Спасибо большое. Спасибо за лекцию и спасибо за ответ. Спасибо. Кроме того, хочу дополнить. Сейчас мы вместе с GPT выкладываем на Medium уже ряд статей. И вот эта статья «Экоутопия», во-первых, она по-английски, но Google легко переводит на русский. И там вверху есть ссылка еще на один вариант видео на моем веб-сайте. Отлично. Спасибо большое. Я сказал или нет, что ссылка на сайт, Medium на объявлении. Да-да. Спасибо большое, Миша. Я должен был с тобой проконсультироваться немножко, как лучше пользоваться этим сайтом. Спасибо. Если еще... Больше нет, записавшись. Можно еще небольшую реплику по поводу... Да, пожалуйста, пожалуйста. По поводу вот этого искусственного интеллекта в ящике. Это вещь, которую, наверное, Миша тоже знает про нее. Как человек обманул этот ЧАДЖ-5 или хоть еще систему, попросив сначала дать совет, как можно вскрыть замок автомобиля. На что уже наученный искусственный интеллект сказал, что он на такие вопросы не отвечает. После этого он генерировал историю о том, что он бегает вокруг машины, ему надо срочно ехать, и ключи остались внутри, он не может открыть. И он получил ответ на свой вопрос. Обалдеть. Да, ему объяснили, как это открыть. И по поводу последней реплики, Миша, переводить надо, простите, ЧАДЖ-5, а не гугл-переводчик. Совершенно другое качество. Да, да, я согласен с вами. Спасибо большое. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если нет, то благодарим профессора Цибулевского за замечательную, как обычно, инновацию и идею, и такая как бы фантазия, которая иногда кажется ближе к жизни, чем другие реальные лекции. И, Миша, огромное спасибо. И будем рады продолжить общаться на этой и другие темы. Успеха тебе и всем шаббат шалом. Всего доброго. До свидания. До свидания. За очень творческое обсуждение. Спасибо. Спасибо, Миша. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом.